Это вам не молоко! В нем нет лактозы! Это вам не молоко! Способ приготовления тыквы существенно влияет на конечный результат. Считается, именно запекая тыкву в духовке, мы получаем наиболее полный ее вкус и аромат, нежели готовя на пару или просто отваривая. Именно этот довод в пользу тыквы мы сегодня и еще раз собираемся проверить. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну и, конечно, просто вспомнить тыкву еще раз добрым словом. Любые разговоры о пользе, а в тыкве славный набор витаминов и микроэлементов, крепким перечнем от чего только не помогает, даже от морской болезни, между прочим, обязательно заканчиваются всесильным, потому что верным. Дарит позитив один только ее солнечный цвет, чего стоит, смотря с чем сравнить. Если с капустой и картошкой, тогда тыква подороже будет, а вот сладкий перец явно ей не ровня. То есть, бери не хочу. Последнее довольно распространенное явление, ведь масса рецептов тыквенной кулинарии остается за кадром наших желаний и возможностей. А ведь есть что попробовать. В Европе из тыквы делают салаты и супы, в Америке пироги и чизкейки, в Индии халву, что для салатов тыква отлично сочетается с яблоком, морковью и зеленью. Вареная или печеная тыква интересна в теплых салатах с мясом и морепродуктами. В австрийской кухне из тыквы великое множество напитков. Тыквенный яблочный компот с гвоздикой, тыквенный апельсиновый морс и даже тыквенный шнапс и тыквенный кофе. Ну а из того, что мы готовим сегодня, запросто мог бы получиться... Нет, не напиток, а суп. Тыкву запечь, добавить сливки, прогреть, взбить. Возможно, и это тоже когда-нибудь состоится. Ну а пока под знаком все гениальное. Просто только тыква и сливки. Тыква запеченная в сливках. Тыкву очистить, нарезать тонкими ломтиками, обжарить на сковороде на растительном масле. Далее присыпать сахаром, пряностями, у нас корица и имбирь, залить овсяными сливками и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Приятного аппетита! Даже сразу не скажешь, десерт это или основное блюдо. Скорее всего, возможны шаги и в том и в другом направлении. Равно как с немолочным продуктом рецепта. Можно использовать при желании шоколадный или овсяный лайт или дречневый, но сливки в приоритете. Овсяные сливки, не молоко, являются прекрасной основой для приготовления разнообразных соусов, крем-супов, выпечки и других вкусных и полезных блюд. Это стопроцентно растительный продукт, который не содержит животный жир, а соответственно не содержит холестерин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова